Глава пятнадцатая. Роман-поэма. Сюжет. Медленно и мучительно слагался сюжет нового романа «Идиот». Но в напряженном труде его создателя сложился он уверенно и стройно, драматично и монументально. Из разветвлений действия резко выступают главные линии огромного и поражающего замысла, который господствует над всеми эпизодами, отступлениями и вставными партиями. Каков же этот окончательный абрис любимейшего из создания Достоевского? Представитель захудалого княжеского рода Лев Николаевич Мышкин не имеет никаких средств к существованию и к тому же должен лечиться от эпилепсии. Посланный каким-то благотворителем за границу к знаменитому врачу на излечение, он возвращается через несколько лет в Петербург. В доме своего знатного родственника генерала Япончина Мышкин видит фотографию замечательной красавицы Настасьи Филипповны, блестящей петербургской камелии, которую хотят выдать замуж за секретаря генерала Япончина Ганю Иволгина. Чуткий и впечатлительный Мышкин сразу улавливает в лице этой блестящей женщины выражение затаенного внутреннего страдания. Портрет Настасьи Филипповны — одна из лучших описательных страниц Достоевского. Александр Блок поставил ее эпиграфом к своей драме «Незнакомка». Трагична судьба этой женщины. Рано осиротевшая, красавица-девочка, дочь бедного помещика, была взята на воспитание дельцом и богачом тоцким, для которого стала впоследствии предметом жизненных утех. Но умная, глубокая, талантливая и волевая женщина протестует против этого деспотизма и обиды. В ней растет чувство возмущения против бесправия, несправедливости и угнетения человека. Она готова мстить обществу, надругавшемуся над ее мечтами о человеческом счастье и чистой жизни. Она стремится вырваться из душного мира лжи, цинизма и нитости, чтобы возродиться для глубокого чувства и душевного счастья. Встретив князя Мышкина, столь непохожего на окружающих ее представителей великосветского Петербурга, она полюбила его. Князь Мышкин воплощает представление Достоевского о прекрасном человеке. Скромный, искренний и чуткий, сочувствующий всем униженным и оскорбленным, мечтающий о счастье и мире всех людей, он друг детей, защитник больных, покровитель падших. Вот почему он и представляется всем благоденствующим членам общества, юродивым, идиотом, ничтожеством. Но Достоевский замечательно показывает превосходство своего героя над всеми представителями господствующего круга. Автор вводит его в мир меценатов-помещиков, генералов-откупщиков, воротил финансового мира и окружающих их карьеристов и темных дельцов. Пятовый член торговых компаний и акционерных обществ Тотский, превосходительный владелец доходных домов, поместий и фабрик Япончин, нетерпеливый нищий Иволгин, человек с душой черный, алчный, завистливый и необъятно самолюбивый. В этом логове, где царят наживо обман, культ денег и презрения к человеку, обречены на гибель все честные и чистые люди. Трагическая участь одаренной русской женщины Настаси Филипповны и благородного мечтателя князя Мышкина предопределена зверинами обычаями этого бездушного мира. Узнав Настасю Филипповну, князь Мышкин проникается к ней глубоким чувством, любовью, жалостью. «Вы страдали, и из такого ада чистые вышли», — говорит он ей, пораженной ее страдальческой красотой. Чтоб вывести ее из роскошного и ужасающего столичного полусвета, он предлагает ей стать его женой. Она отвечает ему любовью восхищением и любовью жертвой. Содержанка Тоцкого не станет губить владенца. Она потопит свое чувство к нему в разгуле. Уезжая на тройке с Рогожиным, она раскрывает Мышкину всю свою душу. «Прощай, князь!» — в первый раз человека видела. Отношения их вскоре осложняются. В Настасе Филипповну без памяти влюблен молодой купчик-миллионер Рогожин, необузданный в своих инстинктах и вожделениях. Этот фанатик страсти отчасти связан с знаменитыми судебными процессами того времени, которые Достоевский упоминает в «Идиоте», чтобы дополнить общее представление о мрачной и преступной эпохе всеобщей роднузданной борьбы за деньги и власть. Но сам он чужд этой грабительской уголовщине и способен на любовь до самозабвения. Рогожин широкая натура, человек сильных порывов и больших чувств. Не смея и думать о сочетании своей опозоренной судьбы с жизнью лучезарного праведника, Настасья Филипповна принимает поклонение необузданного Парфена, но отдает все силы своего горячего сердца и донкого ума на устройство счастья своего взрослого младенца. Брак князя с дочерью генерала Япончина, красавицей и умницей Аглаей, представляется ей достойным осуществлением ее плана. Она обращается к девушке с чудесными посланиями, раскрывая в них всю любовь к ней князя и всю свою решимость навсегда отказаться от него. Но вскоре личная встреча двух женщин приводит их к резкому разрыву. Мышкин полон преданности и дружбы к обеим, но в решительный момент остается с униженной и страдающей Настасьей Филипповной. Они у порога счастья, князь ведет ее под венец. Но Настасья Филипповна продолжает метаться в поисках выхода из своего нравственного тупика. Вот почему она бессильно бороться, когда появляется Рогожин. Он увозит к себе невесту князя Мышкина и в припадке отчаяния и ревности убивает ее. Страшный мир стяжателей и распутников погубил двух прекрасных людей, попавших в его заклятый круг. Сильные и драматичные главные сцены романа. Таков эпизод, замечательно раскрывающий роль денег в тогдашнем обществе. Настасья Филипповна бросает в пылающий камин пачку сотни тысяч рублей, предлагая Гане Иволгину выхватить их из огня в свою полную собственность. Такова сцена покушения Ренивца Рогожина на князя Мышкина, который не в состоянии поверить, чтобы его друг и названный брат пожелал его смерти. Такова встреча Настасьи Филипповны с Аглаей и их поединок за прекрасного человека, приносящий победу не гордой девушке, а несчастной женщине, который отдал свою любовь и сострадание «Кроткий князь». Таков и эпилог, сообщающий роману звучания настоящей трагедии. Во всех этих фрагментах проявилось высокое мастерство Достоевского как великого реалиста нашей совести, глубочайшего психолога и неподражаемого лирика. Князь Мышкин являет намеченный автором тип идеального человека своей любовью, добротой, альтруизмом. Но в мире золотого тельца и он подчинен всеобщему закону страдания, безнадежности, гибели. В такой глубокий поэтический символ облекает Достоевский свою мысль о судьбе духовной красоты в царстве наживы, сладострастия и преступления. Образы. Князь Мышкин. Из типов мировой литературы, сопоставленных самим Достоевским с его героем, всех ближе к Мышкину созданный Сервантесом рыцарь печального образа. Особенно привлекло русского романиста стремление автора Дон Кихота дать своему герою точную и верную социальную характеристику, предопределившую и объяснившую его личность и подвиги. Перед нами, как известно, мелкий оскудевший дворянин, бедный сельский идальго, потерявший рассудок за чтением рыцарских романов и вообразивший себя странствующим рыцарем, призванным бороться в жестоком мире феодального самовластия за спасение всех угнетенных и поверженных. Возвышенный гуманист и ценитель духовной красоты, он ратует за торжеством справедливости и всеобщего счастья во имя своей чистой рыцарской любви к прекрасной даме Дульцинея Табосской. По своему наивному отрыву от грубой действительности, образ Дон Кихота может показаться смешным, но по своей моральной устремленности к высшей правде он трагичен. Виктор Бюго верно отметил, что в глубине своей души Сервантес на стороне Дон Кихота. Достоевский был увлечен этим вековым образом. «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения», — пишет он несколько позже. «Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли». «Это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек. Это величайшая и самая грустная книга из всех созданных гением человек». Достоевский дает глубокую характеристику драмы Дон Кихота, который не мог пережить крушение своих иллюзий, и когда был побежден здравомыслящим цирюльником Караско, отрицателем и сатириком, тотчас же умер тихо, с грустной улыбкою, утешая плачущего Станчо, любя весь мир всею великую силой любви, заключенной в сведом сердце его, понимая, однако, что ему уже нечего более в этом мире делать. Так строится в основном и образ князя Мышкина. Последний представитель древнего рода, полунищий и больной, проникнутый безграничной любовью к прелестной и несчастной женщине, он бессилен уберечь ее от мирового зла и навсегда уходит вслед за нею в ночь своего безумия. «Это рыцарь бедный», — как толковал его Пушкин. Достоевскому был известен только неполный текст этой баллады, которая в то время по запретам духовной цензуры не могла печататься целиком. Опускалась третья строфа. «Путешествуя в Женеву, на дороге у креста, видел он Марию-деву» и прочее. Опускалась и последняя строфа, но Пречистая, конечно, заступилась за него, что делало зашифрованным смысл всего стихотворения. Оставались прекрасные и неясные формулы. Он имел одно видение, непостижное уму, или с той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел. Сохранялись таинственные инициалы А.М.Д. Или малопонятные читателю наименования литургической латыни «Lumen, Soili, Sancta, Ros». Но Достоевский безошибочно истолковал этот пушкинский фрагмент, построив свой образ на теме чистой любви. Полон чистую любовью, верен сладостной мечте. Есть одно странное русское стихотворение про рыцаря бедного. Отрывок без начала и конца. Разъясняет обществу и пончаных, один из присутствующих. Но слово берет Аглая. Поэту хотелось, кажется, совокупить в один чрезвычайный образ все огромное понятие средневековой рыцарской платонической любви, толкует католическую легенду умная русская девушка. Разумеется, все это идеал. Рыцарь бедный — тот же Дон Кихот, но только серьезный, а не комический. Девушка, читает, жил на свете рыцарь бедный с глубоким проникновением в дух и смысл баллады. Глаза ее блистали, и легкая, едва заметная судорога, вдохновение и восторга раза два прошла по ее прекрасному лицу. Только под конец жизни Достоевский узнал более полный текст своего любимого стихотворения. В 1880 году Ефремов в своем первом собрании сочинений Пушкина, том 3, 260, 261 страницы, опубликовал сводку последней редакции рыцаря бедного с новой строфой, как бы ключевой ко всей легенде. Подъезжая под Женеву, у подножия креста, встретил он святую деву, матерь Господа Христа. Достоевский вписал это четверостишее в свою записную тетрадь 1880 года, то есть в самый год его опубликования. Смотри описание рукописей Достоевского, Москва, 1957 год, 143 страница. Примечание автора. Для большей жизненности своего героя Достоевский решил наделить его рядом автобиографических черт, своей болезнью, своей внешностью и своей нравственной философией. Генеалогия идиота довольно точно отражает фамильную хронику Достоевских. А его сложная сословная психология должна, по мысли автора, определить, какой общественный слой современной России призван выделить из своей среды положительно прекрасного человека, способного закмить своим нравственным величием бессмертного ламанческого рыцаря. Лев Николаевич Мышкин, как известно, последний и единственный представитель древнего и совершенно упавшего княжеского рода. Среди ближайших предков его уже были однодворцы, то есть по образу жизни и быту своему, крестьяне-землепашцы, сохранившие от своего дворянского звания некоторое право владеть людьми и самостоятельно распоряжаться плодами своих трудов. «Сам пашет, сам орет, сам и денежки берет», определяла народная поговорка однодворцев. Эти обмещавшие дворяне тревожили царское правительство своим материальным упадком и привлекали пристальное внимание Достоевского. В своем журнале он даже отметил знаменательное и печальное явление времени в заметке «дворянин, желающий стать крестьянином». Из этой среды вышел и его любимый герой, нищий эпилептик князь Мышкин. Отец его, впрочем, пытался подняться из родового вымирания и даже выслужился из юнкеров дочина пехотного подпоручика, но выше подняться не мог и умер под судом в военном госпитале. По материнской линии князь происходил из мелкого купечества. Мать его была дочерью московского купца Третьей гильдии Попушина, умершего в бедности и в банкротстве, то есть, по существу, мещанина. Но возможность социального возрождения хранится где-то в боковых линиях купеческой родни князя Мышкина. Старший брат его деда был богатейшим купцом, и весь его капитал неожиданно переходит к последнему в роде, открывая убогому юноше с тощим узелком неограниченные жизненные возможности. Достоевский приближает Мышкина к высотам своей духовной жизни. Князь появляется среди вкладчиков акционерных компаний, блестящих офицеров и темных дельцов Петербурга, как праведник среди грешников. Он считается идиотом, «Но нет человека, подобного ему по благородному простодушию и безграничной доверчивости», — говорит о нем Аглая. Достоевскому замечательно удается создать, особенно в первой части романа, впечатление исключительной пленительности и неотразимого обаяния этого юродивого, как бы ставшего над схваткой человеческих страстей и вожделений. В нем есть какая-то ясность и теплота, раскрывающая ту мудрость сердца, которая превышает самые отточенные и блестящие доводы рассудка. В черновиках романа Достоевский прямо раскрыл влечение князя к жизни, к современности, к родине. В духе Пушкина, но не рыцаря бедного, а в аксической песне он восклицает «Да здравствует солнце!» «Да здравствует жизнь!» Главная тема князя — Россия. Писатель стремился показать, как Россия отражается в речах князя. Параллель об иностранном и русском народе, любимая тема Достоевского «Россия и Европа», речь князя у Аглаина дачи, сравнение Запада с Востоком, его описание Москвы. И, главное, громадность новых впечатлений о России. Но сам автор признал, что в целом замысел был воплощен неудачно. Он нежно любил своего идиота, но признавал поставленную в нем задачу невыполненной. Капиталистический Петербург 60-х годов, воссозданный по традициям натуральной школы, не открывал достаточно далеких и глубоких перспектив для раскрытия самой жизни высшего нравственного идеала. Противоречия в судьбе и характере князя Мышкина, бездомный странник, ставший миллионером и завидным женихом, деклартированный и обнищавший обломок вымирающего рода, произносящий речи в защиту и похвалу титулованного барства и сановного слоя, явно нарушают сущность задуманного образа. К тому же Мышкин не показан как деятель и реформатор, каким всегда предполагается подлинный, прекрасный человек. Ведь, овладев идеей, Дон Кихот берется за оружие. Но высший смысл своего реализма, оставшийся невоплощенным в князе Мышкине, Достоевский со всей силой раскрывает в метаниях и борьбе своей грешницы, много возлюбившей и заплатившей жизнью за бурю своих чувств, устремленных к неомрачаемой духовной красоте. Настасья Филипповна Одно из высших достижений романа «Идиот», как и всего творческого пути Достоевского, образ Настасьи Филипповны. Это центр, к которому тянутся все нити сюжета и от которого исходят все импульсы действия. Есть два толкования этого сложного и глубокого женского образа. По одному из них героиня Достоевского Вакханка Гетера, бесноватая, одержимая чувственной страстью, которая и приводит ее к гибели. Недаром сама она называет себя «уличной, рогоженской, бесстыдной». Ее лицо выражает необъятную гордость. Это мстительница, не знающая пощады. Красоту ее один из героев романа называет «фантастической» и «демонической». По другому толкованию, Настасья Филипповна Воплощение нравственной чуткости и чистоты, устремленности к идеалу и любви. Она любит музыку, она читала много поэм, у нее безошибочный вкус и врожденная культурность. Она мечтает о человеке, который придет и поймет ее. Это смелая и мужественная натура, способная на протест и борьбу. В окончательной редакции господствует эта вторая, чистая Настасья Филипповна. Достоевский оправдывает свою героиню. Он изображает ее на фоне растленной среды высокопоставленного Петербурга и прекрасно передает возникновение ее высокого чувства к первому человеку необычайной душевной просветленности, которого она встретила. Возрожденная к новой жизни, она поднимает бунт против мира тотских японченных и волгинах. Правдой и справедливостью звучат протесты, брошенные ею в лицо ее плотоядным искателем, лишившим юную девушку высшего права на любовь и счастье. Образ ее контрастно оттеняется аглаей и пончиной. Это сильная и умная девушка. Она способна на критическое отношение к своей среде и рвется из своего гнезда на волю. «Я не хочу по их балам ездить, я хочу пользу приносить». Ее захватывает революционная литература, она все запрещенные книги прочла. В эпилоге романа Аглая порывается своей аристократической средой и связывает свою судьбу с польским революционером для борьбы за освобождение его поверженной Родины. Отсюда душевное внимание Настати Филипповны к этой генеральской дочке и завершающей их необычные отношения поединок. Знаменитая встреча соперниц, из которой бесправная и отверженная выходит победительницей. Достоевский мастерски раскрывает и недосягаемое чувство собственного достоинства этой загубленной женщины и бурю в страдания, охватывающую под конец ее оскорбленную душу. Образ вырастает до высокого трагизма. Писатель изображает свою героиню нравственно одаренной натурой. У нее репутация бескорыстной женщины. Никто не может похвалиться успехом у этой всем известной куртизанки. В Петербурге ее связь с Тотским — только видимость. Она уже навсегда ушла от него и строго замкнулась. Ее кружок — это какие-то бедные чиновницы, захудалые актрисы, семейство безвестного учителя. Она любит юродивых и старушек. Ее увлечет ко всему незаметному, смиренному, убогому. Изредка у нее собираются ценители ее блестящей внешности. Тогда она являет тип Перикловой возлюбленной. Остроумная, увлекающаяся, неотразимая, она обладает тонким даром беседы, искусством меткой реплики, умением вести опасный спор. Слушатели дивятся блестящему уну и светлому чувству, с которым она иногда рассказывала, когда увлекалась. Внешность ее поражает законченностью черт и какой-то скорбной одухотворенностью. «Такая красота!» «Сила!» — горячо сказала Аделаида. «С этакую красотою можно мир перевернуть». Гордое совершенство ее облика пронизано внутренней болью и словно предвещает безумие. В Мышкине ее портрет вызывает глубочайшее сострадание и мысль о доброте, которая могла бы спасти эту метущуюся натуру. Ее ослепительные черты вселяют в него тревогу и ужас. Он страшится этого великолепного лица, в котором есть нечто грозное, как в лике Аполлона. Но она способна на высшее проявление сердечности и самопожертвования. Так выступает она в одной из лучших сцен романа при встрече главных героев ночью в Павловске «Удачи и пончаных». И вот, наконец, она стояла перед ним лицом к лицу. В первый раз после их разлуки. Она что-то говорила ему, но он молча смотрел на нее. Сердце его переполнилось и заныло от боли. О, никогда потом не мог бы он забыть эту встречу с ней и вспоминал всегда с одинаковую болью. Она опустилась пред ним на колено, тут же на улице, как иступленные. Он отступил в испуге, а она ловила его руку, чтобы целовать ее. И точно так же, как и давячи в его сне, слезы блистали теперь на ее длинных ресницах. «Встань, встань», — говорил он испуганным шепотом, подымая ее. «Встань скорее». «Ты счастлив?» «Счастлив?» — спрашивала она. «Мне только одно слово скажи. Счастлив ты теперь? Сегодня, сейчас, у ней?» «Что она сказала?» Она не подымалась, она не слушала его, она спрашивала спеша и спешила говорить, как будто за ней была погоня. «Я еду завтра, как ты приказал. Я не буду. В последний ведь раз я тебя вижу, в последний. Теперь уж совсем ведь в последний раз». «Успокойся, встань», — проговорил он в отчаянии. Она жадно всматривалась в него, схватившись за его руки. «Прощай», — сказала она наконец. Встала и быстро пошла от него, почти побежала. Князь видел, что подли нее вдруг очутился Рогожин, подхватил ее под руку и повел. Невозможность для содержанки Тоцкого унизить своей близостью чистый образ рыцаря бедного заставляет ее бежать из-под венца к Рогожину и принять от его руки смертельный удар. Рогожин На такой же художественной высоте выдержан романистом и образ Рогожина. Это воплощение импульсивной и поглощающей страсти, переходящей под напором борьбы в такую же сокрушительную и стихийную ревность. В нем господствует что-то страстное до страдания. Для раскрытия этого вольного разгула инстинктов, столь легко переходящих в боль и муку, Достоевский выбирает натуру примитивную, непосредственную, легко воспламеняющуюся во всей первобытной свежести ее влечений и порывов. Его никто никогда не воспитывал, он не приучен к системе тормозов внутренней дисциплины. Волкак ветер гуляет по всем раздольям жизни. Парфен малограмотен, ничего не читал, не знал даже имени Пушкина. Он говорит как простолюдин, такими оборотами, как эфтат, надать, а на мне. В его одежде безвкусица и крик. Яркий галстук с драгоценной булавкой, массивный бриллиантовый перстень на грязном пальце. Культура не коснулась этого миллионера в тулупе. Семья его близка к темным течениям раскола. Отец для виду блюдет закон, но влечется скопцам, хлыстам, сектантам. Тетка Монашенко по призванию живет в центре староверов Пскове. Да и сам младший наследник фирмы устремлен по предсказанию Вышкина к двуперстному сложению и дониконовскому писанию. кряжестый кряжестый купеческий рот рогожиных далек от новшеств европействующего быта, от типа подстриженных и принаряженных негациантов в цветных жилетах. Он сохраняет прочные связи с народными традициями и поверьями старины. В нем живет цельность древнего благочестия вместе с грозной удалью стрелецких бунтов. Этот национальный образ широкой и смелой натуры дан Достоевским с ориентацией на его любимого шекспировского героя Отелло. Характерна внешность Рогожина. У него курчавые черные волосы, широкий и сплюснутый нос, выдающиеся скулы, грубая нижняя часть лица, огненные глаза. Автор не раз называл его черномором, черноволосом, мрачным. Не случайно внешний облик Парфена близок к типу венецианского мавра. Он также исключителен в своей страсти и ненависти. Поняв глубину чувства Настаси Филипповны к Мышкину, он решает убить его. Но благородное от природы сердце Рогожина захвачено обаянием князя. Он везет в борьбе и готов отказаться от преступного замысла. Он даже решает отрезать себе все пути к замышленному злодеянию. Для этого он братается с Мышкиным народным обрядом обмена крестами и просит старуху-мать благословить его соперника как бы родного сына. Он хочет придать задуманному преступлению характер брата-убийства, одного из страшнейших прегрешений, и тем самым сделать его невозможным. Все это просто и величественно, как катархизм античной трагедии. Рогожину становится доступен пафос героического жертвоприношения. Обрекая себя на высшую муку, задыхаясь и дрожа, он делает титанические усилия, чтобы удержаться на краю бездны. Так бери же ее, коли судьба. Твоя уступаю. Жертва это свыше сил. Покушение состоится, и только страшный ответный вопль эпилептика князя Парфен не верю остановит руку Рогожина. Но его ревность прорвется бурно и неудержимо в мертвенную белую ночь, когда он увезет свою королеву из-под венца с Мышкиным и навсегда остановит ее метущееся сердце, полное чистой любви и охваченное греховной страстью. Каторжный приговор он выслушает безмолвно и задумчиво, готовый вступить на путь очищения и возрождения. Эти центральные образы романа в своих сложных взаимоотношениях и напряженной борьбе выражают одну из заветнейших мыслей Достоевского о величии самоотверженной любви страдающей человеческой личности. В романе 1868 года эта тема звучит с максимальной ясностью и силой. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. Композиция Сам Достоевский сформулировал новый конструктивный принцип, положенный им в основу идиота. Главному сюжету здесь сопутствуют бесчисленные параллельные истории или боковые фабулы, освещающие или оттеняющие на всем протяжении романа эволюцию его центрального замысла и основное развитие действия. И потому бесконечность истории в романе миссераблей всех сословий рядом с течением главного сюжета. Монография о мыштине сопровождается соподчиненными ей этюдами об отверженных разных групп и типов. Таковы опустившийся генерал Иволгин, чиновник Лебедев, сальный шут Фердыщенко, ростовщик Птицын, позитивист Бурдовский с его компанией, Рогожинская Ватага и другие разнородные персонажи, резко контрастирующие своими скандальными фигурами основной притче о праведном герое. Такой контрапункт или противопоставление гротесных фигур единому святому или нравственному подвижнику, видимо, восходит к методу романтических антитес Гюго в одной из любимейших книг Достоевского, где подворью уродов противостоит собор Парижской Богоматери, а прелестная Эсмеральда внушает страсть чудовищному Квазимодо. В своих реалистических романах Достоевский, как известно, пользовался подчас приемами позднего романтизма, преображенного в духе новой эпохи и получившего неожиданный и смелый поворот в гущу современной действительности. Вот почему основной теме идиота аккомпанируют частые эпизоды, как бы пародирующие ведущий мотив. Вставная новелла о Мари дает в миниатюре разработку господствующей фабулы о трагической участи безвинно опозоренной женщины. Сцена отречения Рогожина пародически предвещается пустословием генерала Иволгина «Князь кричит «Твоя!» «Я кричу «Твоя!»» и прочее. Бесцвязный рассказ Лебедева о графине Дюбари восполняет проникновенные раздумья Мышкина о последнем дне приговоренного. Запись Ипполита о снятии с креста Гольбейна как бы служат ироническим истолкованием впечатлений Мышкина и Настаси Филипповны от той же картины. Все это создает ряд соответствий, параллелей или сюжетных рифм к главной теме романа и создает лейтмотивы, проходящие в различной тональности и с разной силой звучания через все эпическое целое этой сложнейшей оркестровки протекающих событий. Достоевский применил здесь свой излюбленный прием конклава, то есть исключительного собрания с важными задачами и непредвиденными осложнениями, раскрывающими главный узел сюжет. Кульминация первой части день рождения Настаси Филипповна. Как всегда у Достоевского здесь ощущается скрытое и тревожное ожидание важного события, официальной помолвки героини с Ганей Иволкин. Все по виду спокойно и прилично. Общество развлекается салонными играми, но внутренняя драма прорывается неожиданными эпизодами. Князь хочет жениться на Настасе Филипповне. Он объявлен обладателем громадного наследства. Рогожин привозит сотню тысяч своей королеве. Она бросает деньги в пылающий камин, чтобы испытать бескорыстие и честь своего жениха Гаврилы Ардельоныч. Тот выдерживает искус, но падает в обморок. Конфликты и сцены прорезаны лихорадочной речью Настаси Филипповны. Наложница Тоцкого не хочет губить праведник. Князь, тебе теперь надо оглаю и пончину. Заканчивая идиота, Достоевский сообщает в своих письмах об особом принципе его построения. Для развязки романа почти почти писался и задуман был весь роман. Оказывается, одна из сильнейших сцен Достоевского «Князь Мышкин и Рогожин у тела Настаси Филипповны» явилась зерном всего романа. Гибель героини, взаимное сострадание двух соперников, двух названок братьев, над трупом любимой ими женщины, возвещающая им обоим безнадежный исход на каторгу или в сумасшедший дом, вот из какой трагической развязки возник роман о прекрасном человеке, обреченном его бездушной эпохой на гибель. От бурных сцен, исканий и метаний Достоевский шел через серию потрясений и бунтов к окончательной катастрофе, по его же термину. Кульминация драмы сливалась с ее эпилогом. Идет самое лирическое среди крупных созданий Достоевского. Автору здесь наиболее удалось создать то, к чему он всегда стремился. Роман поэм. Так понимал он произведение, в котором главные образы отличались особенной полнотой и силой своих чувств, в котором отношения их раскрывали глубокую внутреннюю драму и намечали путь к большим идеям о человеке и мире. Поэмой назвал Гоголь «Мертвые души». Персонажи здесь становились вековыми образами, за блудовским анекдотом слышались рыдания автора о его родине. К такому преображению всего мелкого и пошлого в трагическое и потрясающее всегда стремился Достоевский. Центральные образы идиота действительно глубоко поэтичны. Общение героев здесь поднимается на уровень подлинной душевной трагедии, а смелый и оригинально построенный сюжет романа дает возможность автору высказать ряд своих основных убеждений о судьбе чистого и одинокого человека в окружении мизераблей всех сословий. Обилие художественных впечатлений от знаменитых живописцев Ренессанса придает идиоту характер своеобразного эстетического трактата, богатого замечательными афоризмами о красоте. Это по Достоевскому «великая тила», способная преобразить мир лжи и преступлений в царство правды и высшей гармонии. Именно здесь Достоевский произносит свое знаменитое изречение «Мир красотой спасается». Глава шестнадцатая Перед битвой По Италии снова Дрестон Достоевский плохо чувствовал себя в Швейцарии. Он любил открытый горизонт. Горы, окружающие Женевское озеро, удручали его. «Они суживают мой кругозор», говорил он жене. «Я б не мог здесь написать ничего ценного». Достоевский решили провести зиму в Италии. В начале сентября 1868 года они переправлялись на лошадях через Симплон. Солнце ранней осени пригревало осторожно и ласково. Пассажиры стали подниматься пешком по боковым тропинкам, собирая по пути пучки альпийских цветов. Самое пылкое воображение не представить себе, что это за живописная горная дорога через Симплон, писал вскоре Достоевский своей племяннице. Анна Григорьевна тихо шла, опираясь на руку мужа. Ей казалось, что все горе осталось по ту сторону Альп, и что в Италии жизнь снова улыбнется ей. Ломбардские крестьяне чрезвычайно понравились Федору Михайловичу. Они напомнили ему русскую деревню и землепашцев его далекой родины. Милан снова поразил его своим собором громадный, мраморный, готический, фантастический как сон. Достоевские поднялись на кровлю собора полюбоваться навенчающей его статуе и взглянуть на раскинувшуюся до горизонта ломбардскую равнину. Но осень в Милане была дождливая, а местные читальни не получали русских газет, которые стали за границей для Федора Михайловича необходимостью. В ноябре путешественники переехали во Флоренцию. Здесь возродились для них счастливые дни Трездена, посещение картинных галерей и осмотр художественных памятников. Достоевский восхищался архитектурой дворцов, музеев и соборов. По свидетельству его спутницы, он часто бывал в Палаццо Питти и приходил в восторг от картины Рафаэля «Мадонна в креслах». В Уфице он полюбил другую картину того же художника Иоанн Креститель в пустыне. Гениальным произведением он признавал и статую Венеры Медицейской. После осмотра галерей, сообщает Достоевская, они гуляли по городу вдоль Арно. Если стояла хорошая погода, то они отправлялись на прогулку в Кашины или в Сад Боболи. Розы, цветущие там в январе, произвели сильное впечатление на их северную фантазию. Мои родители привыкли в это время года видеть покрытые снегом улицы и закутанных в шубы людей. Цветы в январе казались им непостижимым явлением. Мой отец говорил о розах в саду Боболи в своих письмах к друзьям, а моя мать в своих воспоминаниях. Флоренция в солнечные дни — это почти что рай, писал он Ивановый 6 февраля 25 января 1869 года. Ничего представить нельзя лучше впечатление этого неба, воздуха и свет. Здесь есть такое солнце и небо, и такие действительно уж чудеса искусства, неслыханного и невообразимого, буквально говоря. В результате этого постоянного погружения в мир искусств Достоевский предлагает Майкову из Флоренции в 1869 году темы для исторических былин типа Константского собора, преимущественно о русском прошлом. Но вдруг, в другой уже балладе, продолжает Достоевский, перейти к изображению конца 15-го, начала 16-го столетия в Европе, Италии, папство, искусство храмов, Рафаэля, поклонение Аполлону Бельведерскому, первых слухов о реформе, о Лютере, об Америке, об Золоте, об Испании и Англии. Целая горячая картина и параллель со всеми предыдущими русскими картинами, но с намеками о будущности этой картины, о будущей науке, об атеизме, о правах человечества, созданных по-западному, а не по-нашему, что и послужило источником всего, что есть и что будет. Такое восприятие и понимание Ренессанса как материала для всемирно-исторической поэмы Достоевский вынес из своих художественных скитальчеств по Европе. Город Данте и Микельанджело настроил Достоевского на творческий лад. Романист усиленно работает здесь над последней частью идиота, стремясь закончить его к концу года. Здесь 11 ноября 1868 года планируется сцена двух соперниц, намечается гордая и высокая речь Настасии Филипповны, простая, с достоинством по-высоким. Здесь же во Флоренции были написаны главы «Свадьба князя Мышкина» и «Гибель Настасии Филипповны», соперники у ее тела. С весны 1869 года Достоевские решают оставить Флоренцию и переехать на зиму в Прагу, что соответствовало бы живому интересу Достоевского к сближению России с зарубежным славянством. В июле они покидают Тосканскую столицу и проводят по пути день в ученой Болонии с ее древним университетом, чтобы увидеть еще одну картину Рафаэля, святую Цицилию. Они задерживаются на четыре дня в Венеции. Неповторимый город особенно воздействовал на художественную восприимчивость и творческое воображение Достоевского. Он был в полном восторге от архитектуры церкви Святого Марка и целыми часами рассматривал ее мозаики. Он восхищался мощной конструкцией и знаменитыми плафонами Дворца Дожий. Все это могло возбудить в его художественной памяти бурное прошлое Венеции, бегство Казановы из-под свинцовых крыш старинной темницы, так называемых пломб, смелые приключения, которые редактор Времени воспроизвел в своем журнале по мемуарам знаменитого авантюриста. Или карнавал на людной и пестрой пьяце, где таинственные люди в масках и плащах плетут свои кровавые интриги, как это рассказал Шиллер в своем духовице. Венеция увлекла и своей современной жизнью. Можно сказать, что все четыре дня мы не сходили с площади Сан-Марко, до того она и днем и вечером производила на нас чарующее впечатление, завершает Достоевская описание своего итальянского путешествия. В Праге Достоевские пробыли всего три дня. Здесь не существовало меблированных комнат. Оставалось вернуться в ближайший Дрезден, где европейские странники снова обосновались на зиму. 14 сентября 1869 года здесь родилась их вторая дочь Любовь. Любовь Федоровна Достоевская 1869 1926 годы выступала в литературе в качестве билетристки, рассказы и повести адвокатка, эмигрантка, больные девушки и мемуаристки книга воспоминаний об отце, вышедшая в Мюнхене в 1921 году. Сокращенный русский перевод Достоевский в изображении его дочери Эл Достоевской Москва Петроград 1922 год Примечания автора Житие Великого Грешника В 1868 году были закончены пять томов «Войны и мира», воздорженно встреченные читателями и критикой. Вскоре по выходе последнего тома Страхов писал «Это неслыханное явление» Эпопея в современных формах искусства. У Достоевского возникает потребность испробовать и себя в таком гомерическом жанре и выразить в огромном эпическом творении свой заветный замысел о современном человеке. Вся идея потребует большого размера, объемом по крайней мере такого же, как роман Толстого. Сообщает он Страхову весной 1870 года. Из письма же к Майкову мы узнаем, что уже к концу 1868 года у Достоевского сложилась тема для огромного романа «Атеизм». Это история русского скептика, который после долголетних скитальчеств по всевозможным богословским школам и простонародным сектам под конец обретает и православие, и русскую землю. Такая по мысли Достоевского центральная идея его личного духовного опыта и его мировоззрения требовала для своего воплощения обширной формы новейшей философской эпопеи. Тема развивалась бы в иных планах и в другой проблемной и стилевой тональности, но обязывала бы автора к такому же широкому охвату материала и научному обоснованию всей фабулы. Прежде чем приняться за роман, Достоевскому по его словам нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Замысел такого произведения восходил к чтениям эпохи молодости Достоевского. В кружке Белинского еще в начале сороковых годов зачитывались оригинальной и увлекательной книгой романом Жорж Санд Спиридион Панаев специально переводил из него отрывки для Белинского и Некрасова. Весьма возможно, что при увлечении творчеством Жорж Санд Достоевский прочел этот роман еще в молодости и тогда же почувствовал в нем новый оригинальный и смелый жанр, сочетающий в себе современную политику с религиозно-философской проблематикой, что уже, видимо, отвечало каким-то скрытым творческим склонностям начинающего автора. Он оценил этот опыт идеологического эпоса современности и обратился к нему в момент планирования своей книги об атеизме, а затем и десять лет спустя в эпоху построения своего последнего произведения «Братьев Карамазовых». Роман Жорж Санд был написан ею в сотрудничестве с Пьером Леру и ставил кардинальную тему эпохи «Социализм или христианство». Эта тема волновала Достоевского уже в годы его молодости и она же, но под другим углом, легла в основу его последнего романа. В целом спереди он представлял собою широко развернутую критику католицизма на фоне идей утопического социализма. Действие романа отнесено к середине XVIII века, а финал к эпохе Великой Французской революции. Драма сводится к исканиям молодого инока Алексея, мысль которого разорвана борьбой двух страшных сил атеизма и веры. Одновременно католик и еретик. Я одной рукой обращался к авторитету Римской Церкви, пока другая перелистывала страницы полной бунтарского духа и свободного исследования. Проникнутый глубочайшими сомнениями, юный чернец решает отказаться от своего духовного сана и идти в мир, бросить монашеский клобук на терновник большой дороги, чтобы отправиться к людям в поисках свободы совести и знания. Из католического богослова герой становится страстным вольнодукцем, непримиримым отрицателем Римской Церкви. Религия его принимает философские формы и сам он из верующего превращается в ученого. Сократ казался мне не менее достойным искупить грехи человечества, чем Итус из Назарет. Прежнее место цветых занимают теперь в его сознании Платон и Спиноза, чтобы в свою очередь уступить вскоре сферу своего влияния точным исследователям, отцам геометрии Ньютону, Кеплеру, Декарту. Поднявшись на эти вершины познания, монах почувствовал головокружение атеизма. Эти умственные скитания католического инока, перечитывающего все тома обширного монастырского книгохранилища, как бы предвещают метание великого грешника у Достоевского. Над исканиями молодого бенедиктинца у Жоржа Санд господствует тема безверия, получившая такую углубленную разработку и в братьях Карамазовых. Достоевского пленил главный замысел Жоржа Санд, породивший и ее своеобразный творческий метод. По толкованию самой романистки Аббат Спиридион это воплощение человечества, проходящего через те религиозные исповедания. Нечто вроде такой художественной энциклопедии верований мечтал дать и Достоевский в своем атеизме. Мысль романиста упорно работала над этим сложным замыслом, столь богатым идеями и драмами. 25 марта 6 апреля 1870 года Достоевский в письме к Майкову возвращается к своей любимой теме. Роман получил теперь заглавие «Житие великого грешника». Он состоял из пяти отдельных повестей, объединенных только личностью главного героя. Композиционный закон героя нашего времени. Достоевский высоко ценил архитектонику романа Лермонтова пять самостоятельных новелл об одном герое. На этом принципе строил в 1846-1849 годах неточку Незванову и уже в 1856 году обдумывал длинный роман «Приключения одного лица», имеющие между собой цельную общую связь, а между тем состоящие из совершенно отдельных друг от друга и законченных само по себе эпизодов. Каждый эпизод отдельная повесть, совокупность повестей, цельный роман. Письмо Якушкину 1-5-1857 года, тоже Майкову 18-1-1856 года и Достоевскому 9-11-1856 года. Примечания автора. В первой повести дано введение русский образованный круг сороковых или даже тридцатых годов, детство и отрочество будущего героя, его пребывание в пансионе и участие в уголовном преступлении. Действие второй повести происходит в монастыре, где живет на покое архиерей Тихон Задонский. Суда родители отдали на обучение и исправление своего тринадцатилетнего мальчика. Развращенный нигилист ребенок подпадает под влияние Тихона, который учит его самообладанию. Победи себя, и победишь мир. В монастыре отбывает Кару Чаадаев, которого посещают Пушкин, Белинский и Грановский. Здесь же представители народных верований раскольники Павел Прусский и Голубов, инок Парфений. Третья повесть «Молодость героя», «Годы учения», «Интерес к позитивизму и атеизму». Сказывается безмерная гордость и презрение к человечеству, уверенность, что он величайший из людей. Ужасный ростовщик внушает ему мысль о накоплении золота. Раскрываются безмерные контрасты необычайной личности, подвиг и страшные злодейства. В этом разделе преступность великого грешника достигает кульминации. В четвертой повести «Глубокий кризис героя» от гордости он идет в схимники и странники, пускается в путешествия по России. Наступает неожиданный перелом. Роман, любовь, жажда смирения. Пятая книга намечала полное возрождение грешника. Он становится до всех кроток и милостив именно потому, что уже безмерно выше всех. Кончает воспитательным домом и Гассом становится. Все яснеет, умирает, признаваясь в преступлении. Выдающийся филантроп доктор Гасс, о котором Достоевский упоминает в «Идиоте». Примечание автора. Можно представить себе размах и ширь эпопеи, выполненной по такому плану. Три десятилетия русской жизни раскрытые в главных течениях общественные мысли и философских исканий, показанные в образах крупнейших исторических деятелей. Скитание по России с погружением в мир народных представлений о правде и греховности, Христе и Антихристе, глубокая эволюция одного выдающегося характера от убийства к душевному просветлению и плодотворной деятельности на пользу обездоленных и бесправных. Такая многообразная и всеобъемлющая картина России середины девятнадцатого века выступила бы перед нами из этого широчайшего эпического полотна. Но, чтобы воссоздать такое хождение по мукам современного русского правдоискателя, необходимо было вернуться в Россию, как заявляет в своих письмах сам автор этого обширного замсла. Того же требовал и начатый роман о русской революции. Достоевские собираются на родину. К этому моменту относится важный перелом в характере и судьбе Федора Михайловича. Он навсегда отходит от игры, излечивается от этого проклятого миража, наваждения, проклятой фантазии. 28 апреля 1871 года Достоевский писал жене. Надо мной великое дело совершилось. Исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти десять лет. Десять лет, или лучшее со смерти брата, когда я был вдруг подавлен долгами, я все мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно. Теперь же все окончено. Это было вполне последний раз. Веришь ли ты тому, Аня, что у меня теперь руки развязаны. Я был связан игрой, а теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это. Перед самым отъездом Достоевских в Россию происходит в их жизни незаметный, но нелишенный драматизма эпизод. Сожжение рукописи Федора Михайловича за весь заграничный период его деятельности, то есть идиота вечного мужа бесов первой части. Анна Григорьевна умоляла сохранить эти драгоценные тетради и взять их с собой, но Федор Михайлович напомнил мне, что на русской границе его, несомненно, будут обыскивать и бумаги от него отберут, а затем они пропадут, как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 году. Возможно было предполагать, что до просмотра бумаг нас могут задержать в Вержболове. Как не жалко было мне расставаться с рукписями, но пришлось покориться настойчивым доводом Федора Михайловича. Мы растопили камин и сожгли бумаги. Главная беда заключалась в утрате многочисленных черновых вариантов, которыми изобиловали рукписи Достоевского. Но Анна Григорьевна сумела спасти главное. Записные книжки к романам, исключительно богатые планами, беглыми проектами, пробами, ранними редакциями, набросками, характеристиками, отрывками, имеющими исключительное значение для изучения творчества этого неутомимого труженика. Записные книжки были переданы Анне Григорьевной и ее матери, которая должна была вернуться в Растию значительно позже. Эти тетради были спасены. Записи к идиоту были изданы в 1931 году, а к бесам в 1935. В начале июля 1871 года Достоевские были снова в Растии. Завершилась исключительно важная для Достоевского эпоха. За границей окончательно отстаиваются основные замыслы всей его последующей деятельности и крепко завязываются художественно-философские идеи трех его последних романов. Но творческие замыслы имеют свою судьбу. Новые жгучие темы заслонили в мастерской художника план 1868 года, и только отдельные черты задуманного им цикла отразились на трех его последних книгах. Бесы, подросток и братья Карамазовы явились фрагментарными осуществлениями жития великого грешника. Это с полной очевидностью явствует из записных книжек Достоевского. Страшный год Последний год пребывания Достоевского в Европе был одним из важнейших моментов ее новой истории. Завоевательная политика Пруссии превращала сорвавшуюся в июле 1870 года Европейскую войну в справедливую защиту французами своей территории и своей национальности. Достоевский ведет в своих творческих тетрадях дневник к военным событиям. В конце июля все транспорты заняты под армию. Даже почта не приходит. Вчера из Берлина газеты не пришли. Сражение вероятно будет через неделю. Теперь уже 3 августа. На Рейн с обеих сторон сошлось тысяч по 300. Еще вчера стояли друг против друга, каждый час готовые броситься один на другого. Курсы падают, все дорожает, не те ни другие не выдержат долго войны. А между тем собираются долго драться. Что-то будет. Вероятно, завтра или послезавтра последует решительная встреча. сегодня 11 августа. Французы разбиты 6 числа. Сегодня 14 сентября и может быть войска подошли к Парижу. 10 октября Париж в осаде. Во Франции инерция от административных порядков нет твердого правительства. Чувствуется глубокая взволнованность и верное понимание протекающих мировых событий. Уже в самом начале войны, когда еще можно было гадать об исходе будущей кампании, он пишет 17 29 августа в Россию своей племяннице. Франция слишком очерствела и измельчала. Временная боль ничего не значит. Она ее перенесет и воскреснет к новой жизни и к новой мысли. А то ведь все была старая фраза. С одной стороны и трусость, и телесное наслаждение, с другой. Наполеонова фамилия будет уже невозможно. 70-летняя наша русская, европейская, немецкая политика должна тоже будет измениться сама собою. Те же немцы нам откроют наконец, каковы они есть в самом деле. Вообще перемена для Европы будет великая всюду. Каков толчок? Сколько новой жизни повсеместно будет вызвано? Достоевский прожил в Германии весь период франко-прусского конфликта. Он читал появившиеся внезапно на всех стенах немецкие плакаты «Война объявлена» и через год присутствовал при торжественной встрече возвращающихся из Франции победоносных войск. Он успел за это время услышать от немецких профессоров требования разрушения Парижа и в рукописях читал отрывочный дневник действующей армии «Письма немецких солдат об ужасах компании». Он из центра Саксонии услышал знаменитый ответ Жюля Фавра Бисмарку полные гнева и отчаяния слова, которые через три года он вспомнит в Бесах, как лейтмотив к своей фантастической Марсельеде. «Ни пяди нашей земли, ни камня наших бастионов». Он пристально следил за возникновением нового народного государства на развалинах обветшалой империи и слышал призывы новой демократии к братству трудящихся всех стран и к миру между всеми народами. Парижская коммуна вызывает в нем тревожные раздумья о судьбах человечества и грядущих путях истории. 4 мая 1871 года Страхов запрашивал Достоевского. «Что вы скажете о французских событиях? У нас по обычаю явилось много ярких приверженцев коммуны. Как думаете, не начинается ли новая эра? Не заря ли будущего дня?» Достоевский отвечает в духе своих сложившихся убеждений, далеких от революционного действия, но страстно устремленных к поискам высшей социальной справедливости. Он и верил в особые пути к достижению общечеловеческой правды. Мир красотой спасется. Этому его учила старая Европа. Страна святых чудес, собранных в Цвингере, Уфице, Палаццо Питти, Базельском музеуме, высечившихся на площадях Милана, Кёльна, Страсбурга своими стрельчатыми башнями и фантастическими скульптурами. Может ли перед лицом такой бесценной духовной культуры современная революция сказать новое слово. Пожар Парижа есть чудовищность, хотя он представляется сторонником коммуны красотою. И так эстетическая идея в новом человечестве помутилась. Не так создается идеальное общество, не те пути ведут к социальному обновлению. На западе Христа потеряли, и от того запад падает. Достоевский пребывает в плену своих отмирающих религиозно-эстетических идей среди широко раскрывшихся человечеству новых могучих законов исторической борьбы. Но вскоре он все же признает, что начавшийся бой буржуазии с пролетариатом закончится неизбежной победой коммунизма. Он запишет в черновиках к подростку поразительные слова. Версилов о неминуемости коммунизма Жизнь людей разделяется на две стороны. Историческую и ту, какая бы должна быть, оправданную Христом, явившимся во плоти человеческой. Та и другая стороны имеют неизменные законы. По этим законам коммунизм восторжествует, правы ли, виноваты ли коммунисты. Но их торжество будет самую крайнюю точкой удаления от Царства Небесного. Но торжества надо ждать. Его, однако же, никто не ждет исправящих судьбами мира сего. Глава семнадцатая Роман Памфлет Творческая история Пусть выйдет хоть Памфлет, но я выскажусь. Письмо Страхову 5 апреля 1870 года Пока в декабре 1869 года Достоевский планирует свое «Житие великого грешника» в Дрельтенскую читальню, где он проводит вечера за чтением русских и иностранных газет, пребывают тревожные известия. Они сообщают о таинственном убийстве в Москве, о зловещем заговоре, раскинувшем свои сети по всей России, о грозной организации политического террора, об обществе народной расправы или топора, о нарастающей русской революции, о страшных именах стареющего Бакунина и юного Нечарева, угрожающих спокойствию всего европейского человечества. Московские корреспонденции потрясают Достоевского. В Разумовском в Петровской академии найден убитым студент Иванов. Подробности злодейства страшны. Иванов найден при мерзшем глыбе, через которую просвечивало его тело. Голова его прострелена в затылок, причем пуля вылетела в глаз. Выстрел сделан по-видимому в упор. Ноги опутаны башлыком, в который наложены кирпичи, а шея крепко стянута шафом. По-видимому, убийцы волокли труп от места преступления к пруду. Шапка, чужая, бывшая на голове Иванова, сильно смята, как бы от сильных ударов тупым орудием. Под слухом, Иванов прибыл в академию три года тому назад из Казанской губернии, был весьма любим товарищами, но характер имел скрытный и несообщительный. Он был стипендиатом академии. Наибольшую часть денег отдавал своей матери и сестре. Таинственное преступление вскоре было раскрыто. Следствие выяснило, что несколько молодых людей составили в Москве под руководством подпольного заговорщика Сергея Нечаева, близкого друга и последователя Бакунина, тайное общество террористов по образцу польского народного жонда с эмблемой топора и названием Комитета народной расправы. На тайных совещаниях постоянным оппонентом Нечаева выступал студент Петровской земледельческой академии Иванов, не скрывавший своего намерения отколоться от их кружка и стать во главе нового революционного сообщества. Нечаев убедил своих товарищей устранить опасного сочлена, который может их выдать правительству. И 21 ноября 1869 года Иванов, завреченный пятью заговорщиками поздно вечером в пустынное место Разумовского парка, был в этой засаде убит, а тело его брошено в пруд. Такой беспримерный политический самосуд был вскоре осужден передовой общественностью мира во главе с Марксом и Энгельсом. Выяснилось, что Нечаев выполнял волей план Бакунина, у которого он прожил в Женеве весну 1869 года. Лишь незадолго перед тем Бакунин поместил в издаваемой им Женевской газете Народное дело ряд статей, в которых требовал установить связь между русской революцией и мировой, чтобы освободить многомиллионный рабочий люд из-под ерма капитала, наследственной собственности и царского владычества. Мы должны пробудить в народе сознание его собственной необъятной силы, услувшей со времен Пугачева. Во имя этой цели молодой бунтарь назначается представителем русской ветви Бакунинского Всемирного Революционного Альянса, чтобы вызвать в России насильственный переворот и превратить самодержавную деспотию в грандиозный союз вольных общин. С такой политической директивой поднять на зыбкой почве одрехлевшей империи к 19 февраля 1870 года всенародное возмущение и до основания смести ее прогнивший строй, Нечаев в августе 1869 года возвращается из Швейцарии в Россию. Достоевский не колеблется ни мгновения. Он сразу прозревает сколько заветных мыслей сможет вложить в роман о Нечаеве. Снова перед ним, как и в 1865 году, образ мятежника студента с разрушительной философией на устах и террористической практикой. Вроде преступления и наказания, пишет он друзьям об этой новой идее, но еще ближе, еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса. Он чувствует, как увлекательно сумеет развернуть историю этого идеологического преступления, какие животрепещущие проблемы, волнующие всю европейскую современность, сможет поставить и развернуть вокруг изображение этого убийства по теории. В материалах и сведениях у него нет недостатка. Он видел главные штабы русской революции в Петербурге в 1848 году и в Женеве в 1868 году. Он лично знал и видел отцов и детей российской революции в Коломне и на Каруже, на пятницах Петрашевского и на собраниях Лиги мира и свободы. Он знал и видел всю эту молодую женевскую эмиграцию, в чью среду через несколько месяцев прибыл Нечаев заключать союз с патриархом Бакуниным для предания Великой России разгрому и всесожжению. И когда Достоевский узнал об этих женевских директивах Нечаевского заговора, он почувствовал, что перед ним тема исключительно близкая и непосредственно знакомая. Он тотчас же решает возвести факты текущей политической борьбы в символику своего романа, фантастически сочетая свои впечатления от газетной хроники с раздумьями над текстами евангелиста. И, приступая к фреске своего подпольного ада, он решается развернуть во всю ширь огромную портретную галерею деятелей двух революционных поколений, сливая в лице своих Ставрогинах и Верховенских крупнейшие фигуры петрашевцев и нечаевцев. Оставляя первые, уже замечательные, по драматизму и глубине, записи к житию великого грешника, Достоевский стремительно и бесповоротно обращается к труднейшей теме политического романа о метущейся современности. В самом конце 1869 года, всего только через месяц после выстрела в гроты Петровско-Разумовской академии, он уже заносит в свои черновые тетради первые записи к бесам. Современная пресса доставила Достоевскому обширные и разнообразные сведения о главных деятелях русской революции и прежде всего о том, кого публицисты различных стран и направлений громогласно, многократно и единодушно называли душою убийства, организатором заговора и подстрекателем Нечаева, о женевском вожде русской революции Михаиле Бакунине. Этим громким именем была прежде всего встревожена большая немецкая печать. Ряд газет прусских, кельнских, франкфуртских уделяет особенное внимание нигилистической революции в России. И неудивительно, ведь знаменитый вождь 1848 года был германской политической преступник, ярко развернувший свою революционную деятельность в том самом Дрездене, где, кстати сказать, Достоевский в течение полутора лет работал над своими бесами. «Верно то, писали Валгемайн и Цайтунг, что Бакунин есть основатель и руководитель этого заговора, который имеет своей целью ни больше, ни меньше, как уничтожение всякого государственного начала, отвержение всякой личной собственности и воцарение коммунизма». Приведено в «Московских ведомостях» 1870 года 8 января номер 5. Примечание автора В русской печати появляется первая статья о знаменитом Бакунине, написанная товарищем его молодости, а затем его политическим и личным врагом Котковым. «Штаб русской революции», сообщает редактор «Московских ведомостей, перенесен из Лондона в Женеву». «Отсюда сыплются в отзвание к топорам. Отсюда отправляются к нам эмиссары. Сюда бегут за вдохновениями и приказаниями Худяковы и Нечаевы». Худяков участник дела Каракозова, собиратель народного эпоса, последователь революционных демократов, ездил в Женеву в 1865 году для установления политических связей с Бакунином, Герценом и Огаревым. Примечание автора. Об издателях «Колокола» уже не говорят. Скипетр русской революционной партии перешел в руки к другой знаменитости, к тому Бакунину, который в 1849 году бунтовал на Дрезденских улицах, попал зато в австрийские казематы, был потом выдан нашему правительству, сидел в крепости, писал оттуда умилительные и полные раскаяния письма, был помилован и выслан на житье в Сибирь, где ему была дарована полная свобода, служил там по откупам, женился на молоденькой польке из ссыльного семейства, сошелся со многими из соплеменников своей жены и когда разыгралось польское дело, бежал из Сибири и в 1863 году вместе с несколькими сорванцами польской эмиграции предпринимал морскую экспедицию против России, но предпочел высадиться на шведском берегу. Вот он этот вождь русской революционной партии, организатор заговора, покрывшего теперь своею сетью всю Россию. Фигура интересная, тень ее ложится на всю колоссальную Россию. Попутно Бакунин называется главнокомандующим нашей революции или ее женевским вождем, выдвигающим как образец для своей молодой братьи фигуру Стеньки Разина. Статья Каткова нельзя было отказать в ценности приводимых материалов. Для опытного художника здесь скрылся редкий клад, и Достоевский не прошел мимо него. Автор Бесов возвращается из-за границы в Петербург как раз в первые дни громкого политического дела о заговоре нечаевцев, которое разбиралось в Петербургской судебной палате при открытых дверях с 1 июля по 1 сентября. Всеобщее внимание привлек анализ юристами важнейшего политического документа процесса катехизиса революционера. Достоевский всесторонне изучил этот агитационный кодекс по отчетам правительственного вестника, где он был напечатан полностью. Следы этого документа явно ощутимы в главе Петр Степанович в хлопотах. Появившийся в русском вестнике через три месяца в октябре 1871 года. Сопоставление материалов процесса со страницами романа вскрывает методы Достоевского в обработке исторических документов. Так Верховенский, задуманный романистом как мошенник и авантюрист, как некий Хлистаков от революции, проповедует по Женевскому уставу устройство притонов, сближение с городскими сплетниками и публичными женщинами, знакомство с полицией и миром старых приказных, заведение отношений с разбойниками и преступниками, влияние на высокопоставленных лиц через их любовниц и так далее. Таковы в романе отношения Петра Степановича с губернаторской Четой с Кармазиновым и Светькой Каторжным. Вслед за материалами процесса Достоевский указывает на Бакунина как на автора Катехизица, хотя фамилии его в романе не называют. Этим вопросом на процессе особенно заинтересовалась защита. Адвокатам первой группы подсудимых было весьма важно доказать, что никакого русского заговора не было и что не только Нечаевцы, но даже сам Нечаев был руководим вождями эмиграции. Дело вовсе не в Успенском Кузнецове и Прыжове подразумевалось в речах защиты, а в грозном вожде Европейской революции Бакунине, который из Женевы разжигал доверчивую русскую молодежь своими прокламациями и воззваниями. Отсюда в вопросах и речах Спасовича у Руссова и других криминалистов сквозило явственное стремление доказать, что невидимая душа процесса Бакунин. Именно он и кодифицировал в грозный повстанческий свод принципы крайне революционной борьбы. Наше дело страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Соединимся с диким разбойничим миром, этим истинным и единственным революционером в России. Никто на процессе и не сомневался в авторстве Бакунина. Таково, конечно, было и впечатление Достоевского. Петр Верховенский заявляет Ставрогену по поводу организации подполья. Вы сами устав писали. Вам нечего объяснять. В этой необычной декларации действительно была сосредоточена вся бакунинская философия революции. Это экстракт его политической программы и боевого метода. Здесь звучат героические мотивы сокрушения старого мира во имя освобождения закованного и порабощенного человечества. Есть здесь сильные и верные утверждения, способные воспитать бойца на новую жизнь. Но все это угошается принципами политики Маккиаделли и системой иезуитов, по слову самого автора этих воззваний. Это наказ бунтарю новейшего типа удушить в себе все чувства дружбы, любви и чести во имя страшного, полного, повсеместного и беспощадного разрушения. Весьма возможно, что Достоевский посещал судебную палату и видел главных обвиняемых, ставших героями его романа. Совершенно несомненно, что арену заговора он изучил на месте, о чем сам мимоходом указал в романе. Это было очень мрачное место в конце огромного Ставрогинского парка. Я потом нарочно ходил туда посмотреть. Как должно быть, казалось оно угрюмом в тот суровый осенний вечер. Достоевский провел в Москве конец декабря 1871 года и начало января 1872. Он несомненно воспользовался этим, чтобы побывать в Петровско-Разумовском и непосредственно изучил топографию Нечаевского заговора, точно воссозданную с ее прудами и гротами в многотрудной ночь. Следственные материалы Достоевский подвергает строгому отбору по велениям своего сложного замысла, придавая всей этой необычайной уголовщине неповторимый колорит идей фантазий и, судя по трагедии. Когда Достоевский стал работать над второй частью романа, возникла центральная глава всей композиции «Исповедь Ставрокина». Но Котков отказывается печатать девятую главу второй части «Бесов» в своем семейном журнале и обрекает этим автора наломку всей структуры сложившегося большого романа, уже в значительной части опубликованного. Честно Достоевский ищет выхода из разразившейся над ним катастрофы и создает варианты с компромиссными решениями, надеясь спасти свой план и идею хотя бы в их основных направлениях. Тема «Преступление над малолетней», отчасти уже звучавшая в истории Свидригайлова, разработана в главе «Бесов» с такой глубиной, что ни один из вариантов ее Котков не соглашается утвердить для печати. Достоевский пытался было показать, что грех Ставрогина существовал лишь в его воображении, как вымысел его расстроенной фантазии, а не как факт, но и это отвергается редакцией. Достоевскому остается принять последствия Ветова и исключить из бесов центральную главу у Тихона с ее вторым разделом «Исповедью Ставрогина». Задуманный фрагмент «Жития великого грешника» рушится. В нем автор приводил революционного подпольщика Ставрогина в келью монаха, каяться в своих нравственных падениях, как и в других своих романах, здесь Достоевский противопоставлял социализму и бунту религиозное начало православную церковь. Именно таким был ведущий мотив задуманного «Жития» или атеизма, герой которого обретал наконец русского Христа и русского Бога, становился воспитателем нищих детей и благодетелем обреченных на гибель арестантов, как идеальный друг Пережив потрясающий удар по своему заветнейшему замыслу, Достоевский на целых четырнадцать месяцев прекращает публикацию своего романа. И когда в конце 1872 года в русском вестнике появляется последняя часть бесов, эпупея возрожденного грешника утрачивает черты романа-поэмы типа божественной комедии Данте и как бы перекликается с мрачными средневековыми моралите о страшной гибели нераскаянного преступника. Медленное разложение Ставрогина в новых падениях и прегрешениях приводит его к отчаянию и самоубийству. Но покорившийся внешне своим антагонистом, Достоевский внутренне сохранял верность очистительной идее. В самый момент окончания романа он продолжает искать пути для воплощения своего первоначального замысла о просветлении омраченной совести всенародным покаянием. В конце ноября или начале декабря 1872 года Достоевский еще не отказался опубликовать исповедь Ставрогина. Об этом свидетельствуют последние строки рукописи бесов. После Николая Всеволодовича оказались говорят какие-то записки, но никому неизвестные. Я очень ищу их. Может быть найду и если возможно будет фейс. Публикуется впервые. Примечание автора. Это драгоценное свидетельство об отношениях Достоевского к одной из своих стержневых тем, которую он снабдил открытым финалом с перспективами к будущим воплощениям. Прототипы и типы Первоначально главными героями романа выступали Нечаев и Иванов. Первый под знаком Раскольникова, второй под знаком Мышкина. Теоретик убийца и гибнущий прекрасный человек. Исторические современники студент Нечаев и Раскольник Голубов должны были столкнуться в романе и дать искру для воспламенения всей фабулы. Но с первых же сообщений об убийстве газеты, как мы видим, рядом с Нечаевым и Ивановым, называют третьего современника масштабы фигуры, которого, особенно в 1870 году, значительно превосходили этих студенческих деятелей Бакунина. Личность его, получившая в русской и европейской печати в связи с Нечаевским убийством необычайное значение и злободневность и была положена Достоевским в основу центрального образа романа Ставрокина. Только под таким освещением загадочный образ героя выступает из сумрака сложнейшей психологической тайны и получает необходимое истолкование. В этом образе Достоевский решил воплотить свое представление о знаменитом русском бунтаре, стремясь показать, что вся его оглушительная деятельность бесплодна и беспредметна, как и его прославленная личность. Носитель мировой революционной славы, по толкованию Достоевского, окованный рефлексией русский барич, скиталец по Европе, оторванный от корней родной почвы, пленник изощренной мысли, бессильный что-либо совершить и обреченный на бездеятельность и бесславную погибель. Ставрогин воплощение исключительно умственной мозговой силы. В нем интеллект поглощает все прочие духовные проявления, парализуя и обесплошивая всю его душевную жизнь. Мысль, доведенная до степени чудовищной силы, пожирающая все, что могло бы рядом с ней распуститься в духовном организме, какой-то феноменальный рассудок ваалв, в жертву которому принесена вся богатая область чувства, фантазии, лирических эмоций, такова формула Ставрогинской личности. Вас борет какая-то новая грозная мысль, вас колеблет великая мысль, говорят ему окружающие, ощущая нечто трагическое и грозное в этом человеке с недаримым без остатка идеей. Этот голый мозг, достигший какой-то небывалой гипертрофии, поражает мощью своих грандиозных концепций, обреченных на крушение в силу их исключительно мозговой природы. Перед нами гений абстракта, исполин логических отвлечений, весь захваченный безграничными перспективами обширных, но бесплодных теорий. Их пафос в колоссальной стиле, умерщвляющий все, к чему прикасается Ставрогин. Их трагизм в бессилии стать созидательным, переплавить истребление в творчество. Мертвенность Ставрогина — это окаменелость гениального теоретика при обнаружившейся невозможности возвести идею ломки в категорию созидания, жизненно отожествить волю к разрушению с творческой страстью. Это огромный и печальный образ. И неудивительно, что Достоевский в процессе творческой работы пленился прототипом своего героя. Николай Ставрогин тоже мрачное лицо, тоже злодей, сообщает он в одном из своих писем. Но мне кажется, что это лицо трагическое. Я хотел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское, и типическое лицо. Я из сердца взял его. Совершенно иным оказалось отношение художника к Нечаеву. Прекрасно понимая разрушительное действие иронии, Достоевский этим именно оружием решил казнить организатора народной расправы. Насмешкой снизить образ, карикатурой уничтожить все его права на признание современников или поклонение молодежи. Достоевский в сущности пускал в ход испытанное политическое средство развенчания партийного противника, осмеяния его репутации, уничтожения героичности вождя и величественности деятеля показом его мелкоты, нелепости и смехотворности. Получился неожиданный результат. Исторический деятель, поражавший современников трагизмом характера и закалом воли, оказался в романе крайне мелким и ничтожным. Сатирическое задание художника было достигнуто, но замечательный по своей силе исторический образ был упущен романистом для больших и широких взлетов его художественно-философских концепций. Верховенский один только раз поднимается на высоту вдохновенного прорицания, явно выходя из положенных ему границ шутовства и криминала. Достоевский сделал это намеренно. Даже обвинитель процесса ничаевцев в своей речи отмечал, что самые разнообразные в психическом и социальном отношении организации жертвовали всем и шли на гибель ради Нечаева, которому действительно удалось сплотить революционное общество, единое по внутреннему его составу, по тому духу, который одушевлял его, по той силе, которую оно имело. С другой стороны, и некоторые мрачные стороны ничаевского характера не нашли достаточного отражения у Достоевского, поскольку романист стремился выдержать взятый им карикатурный тон и устранил все грозные черты, которые в действительности отличали Нечаева. Стремление дать в лице Петра Степановича мошенника, авантюриста и подлеца дезориентировало автора бесов и лишило его возможности изобразить сложнейший характер. Но некоторые образы Достоевского устояли под натиском его пауфлетического замысла. Это особенно ощущается на фигуре столь осмеянного автором достопочтенного Степана Трофимовича, Верховенского Задуманный под знаком сатиры, он необыкновенно вырос под пером Достоевского и, ломая контуры карикатуры, получил в процессе работы черты глубокой и прекрасной жизненности, роднящей старого мечтателя с великими образами мировой литературы. Через несколько лет после бесов Достоевский сам выразил свое глубокое сочувствие к старому Верховенскому и даже к его историческому прообразу. В дневнике писателя 1876 года он, между прочим, пишет, «Грановский был самый чистейший из тогдашних людей. Это было нечто безупречное и прекрасное. Это был один из самых чистнейших наших Степанов Трофимовичей, тип идеалиста сороковых годов, выведенный мною в романе «Бесы», и который наши критики находили правильно. Ведь я люблю Степана Трофимовича и глубоко уважаю его». Именно этот персонаж Достоевского является выразителем его наиболее заветных идей об искусстве Пушкине, Рафаэле, Шекспире. Именно ему поручается выразить основную идею романа о том, что великий больной исцелится от недугов, накопившихся в России «За века, за века». Таким образом, в романе, быть может, вопреки первоначальному замыслу автора, Степан Трофимович является лицом, вокруг которого вращается все движение. Над вихрем событий он поднимается не только как первопричина, но и как наиболее зоркий и ясновидящий его выразитель. Малоизученный в критической литературе о Достоевском «Верховенский отец» может войти в мировую литературу как своеобразный и прекрасный образ русского Дон Кихота. Достоевский чрезвычайно интересовался судьбами эмигрировавших в Турцию, Австрию и Пруссию старобрядцев, возвратившихся затем от социализма к православию. Для него это были подлинные новые русские люди, которые в его представлении противостояли Лопуховым и Рахметовым. В будущем они станут идеальными героями его романов. Аналогичную политическую эволюцию пережил бывший Петрашевец Данилевский, высланный в 1849 году из Петербурга как убежденный фурьерист. В 1869 году он опубликовал свою монографию «Россия и Европа» о культурно-политических отношениях славянства и германства. Это была попытка возродить на новых началах учения славянофилов. Так слагался образ Шатова. Знавший Данилевского в 40-х годах, Достоевский горячо приветствовал его идейную эволюцию и даже признавал себя его единомышленником. «И вот из фурьериста обратиться к России», писал он Майкову 11-23 декабря 1868 года. «Стать опять русским и возлюбить свою почву и сущность». Вот почему узнается широкий человек. В своем антинегилистическом романе Достоевский широко пользуется и литературной пародией. Это особенно сказалось на сатирическом изображении Тургенева в лице великого писателя Кармазинова. В образе этого персонажа автор бесов воплощал отчетливо выраженное в консервативной публицистике как раз к тому моменту воззрение своих единомышленников на Тургенева как на крайнего западника, нигилиста и врага их общественного русского дела. Тургенев, беспощадно развенчанный в романе как художник и характер, больнее всего ощутил политическое острие карикатуры. Достоевский позволил себе нечто худшее чем пародию. Он представил меня под именем Кармазинова тайно сочувствующим Нечаевской партии. Мысль Тургенева ясна. Бесы это политический донос. При всей необыкновенности подобной оценки необходимо все же признать, что роман Достоевского в некоторых частях представляет собой политический пасквиль чрезвычайной остроты. Стремясь изобразить деятелей враждебного стана в разнообразнейших сатирических тонах, Достоевский не останавливался перед предельной резкостью своего рисунка. Это соответствовало его заданию развенчать такие видные политические фигуры двух революционных поколений, как Петрушевский, Пешнев, Бакунин, Нечаев, в кругу их ближайших соратников и членов Нечаевской пятерки. К тому же Достоевский никогда не стеснял себя подлинными признаками прототипа. Он пишет Майкову, «Ведь у меня же Неча Даев, я только в роман беру этот тип». Он заявляет в дневнике писателя, «Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева». Саркастическую галерею портретов во вкусе Гои стремился создать Достоевский своей бичующей кистью, и он создал ее. Художественный прагматизм во имя высшей экспрессии руководит Достоевским и при обрисовке места действия и времени романа. Анализ бесов показывает, что Достоевский очень верными чертами описал последний город своей ссылки Тверь, где он провел осень 1859 года. Избрав этот город местом действия романа, Достоевский в основном и главном следует указаниям действительности. Это город, по которому блуждал молодой тверской помещик Бакунин, и именно здесь, на берегах Тверцы и Тьмаки, жил в монастыре Тихон Задонский. Романист дает себе право сдвинуть две эпохи, разъединенные историей, и свести для беседы двух пленивших его исторических лиц. Он приводит Бакунина в келью Тихона Задонского. Из этого необычайного сближения двух контрастных фигур рождается одна из самых судорожных страниц мировой литературы — исповедь Ставрогина. Время действия романа почти соответствует периоду пребывания Нечаева осенью 1869 года в Москве, куда он приехал 3 сентября из-за границы и откуда выехал 22 ноября в Петербург. Петр Верховенский приезжает в губернский город в начале сентября и выезжает в Петербург к концу октября. В полном согласии с этими хронологическими данными в романе все время изображается осенний город и осенний пейзаж дожди грязь ветер размытые дороги низкие мутные разорванные облака полуобнаженные деревья мелкий медленный дождь как сквозь сито давным-давно сжатые нивы темный как погреб отсырелый и мокрый старый сад. Но отступая от календарного воспроизведения действительности Достоевский изображает в сцене убийства Шатова пруд незамерзшим. Нечаеву как известно пришлось раскалывать лед чтобы опустить тело в прорубь в романе же труп просто раскачивают и бросают в воду по поверхности которой расходятся круги. Конец ноября Достоевский заменяет октябрем когда дима еще не наступила и это вероятно не случайность. Роман выдержан в пасмурных тонах умирания и разложения. Унылый осенний колорит бесцветно угрюмые тона северной русской осени в скудной губернии в мрачном городе думается намеренно взятый художником для выявления его мысли о больной России о безотрадности переживаемой эпохи о надвигающейся гибели. Как в преступлении и наказании Раскольников словно задыхается под гнетом своих кошмарных замыслов в пропыленной атмосфере петербургского лета среди жары извести пицка и духоты точно так же и Ставрогин разлагается и гибнет под безнадежный плач упорных и мелких осенних дождей среди почернелых полей и размытых дорог под холодным свинцовым небом и обнаженными деревьями пустынного наследственного парка только что приютившего в своих чащах заговорщиков убийц. Каков же идеологический баланс этого сложного целого? Бесты памфлет на революционное движение. Задача его, о которой Достоевский подробно пишет в своих письмах, это разгром революционного движения в его отцах и детях, утопистах сороковых годов и практиках шестидесятниках. Достоевский пытается охранить русский монархизм, обрушиваясь на подрывающие его или угрожающие ему силы. Но, несмотря на весь обличительный пафос романа, поставленная задача не удалась романисту. Ряд крупнейших явлений революционной истории порубежного между двумя десятилетиями момента граница шестидесятых и семидесятых годов остается вне внимания Достоевского. Образование русской секции первого интернационала, социалистические союзы рабочих, массовое хождение в народ, кружок чайковцев, поставивший себе целью противодействовать влиянию Нечаева на молодое поколение, все это не нашло значительных откликов в публицистике и творчестве Достоевского. Исходя в своем сатирическом возмущении из больших течений современной революции, он в своем романе преимущественно оперирует явлениями меньшего, часто даже второстепенного порядка, задевает своей критикой лишь российский либерализм, индивидуальное бунтарство и эксцессы Нечаевщины. Из лагеря политической реакции он атакует лишь отдельные, быть может наиболее заметные, но не самые сильные позиции своего противника. Это направление удара в ту сторону, где победа казалась легче достижимой, не оправдала стратегического расчета романиста. Анализ романа показывает, что Достоевский идеолог всем подходом к своей огромной теме обрекал себя на поражение и готовил к рушению своему политическому замыслу. Сам близкий в молодости к идеям утопических социалистов, романист, видимо, не в силах выдержать в льдятый дон обличения, и под конец романа он проводит Степана Трофимовича сквозь одаряющую апофеозу. Такое же крушение потерпела задуманная сатира Набакунина в лице Ставрогина, сохранившего в романе свою серьезность и значительность и до конца внушающего своему автору чувство пристального и углубленного внимания, почти граничащего с уважением. Наконец, подлинный Нечаев своим трагизмом и силой совершенно подавляет карикатурный облик Петра Верховенского. Зарисовка романиста неизмеримо ниже исторического лица. Таков был разрыв между заданием и осуществлением. Крушение политического замысла бесов определялось и некоторыми субъективными моментами. Великий психолог не мог до конца выдержать в этом вопросе позицию Котковых и Мещерских. В некоторых местах романа Достоевский художник и мыслитель преодолевает публициста и одерживает победу над представителем государственной партии с предвзятыми и жесткими тенденциями. Вы уже видели в вопросе о парижской коммуне, что Достоевский, критикуя и даже осуждая, не находился на крайнем правом фланге отрицателей и хулителей события. Изучение романа показывает, что это не единственный случай в бесах и что в ряде мест автор идет значительно дальше в преодолении взятого им официального курса. Изображенные им нечаевцы в большинстве случаев наделены живыми и привлекательными чертами. В явном противоречии с основной воинствующей тенденцией романа Достоевский выражает устами Степана Трофимовича симпатию к молодому поколению, ценности величия которого старый ученый различает даже сквозь представляющиеся ему ошибки. Степан Трофимович умирая, да здравствует Россия, в ней есть идея, в них в нигилистах есть идея, у них идея в скрытом состоянии, мы тоже были носители идеи, этот вечный русский позыв иметь идею вот что прекрасно. Я не парлы пар, что это все у них кстати и прилично бедное божие стадо. В проекте так и ненаписанного предисловия к роману Достоевский отмечал в русском революционере черту «жертвовать собою и всем для правды» и открыто перед всем светом исповедовать эту правду. На этой основе Достоевский противопоставляет Каракозова террористу-итальянцу Орсини, бросившему бомбу в карету французского императора. Задача бесов, согласно заявлению Достоевского, установить ту правду, за которую должно бороться молодое поколение. В Кириллове народная идея сейчас же жертвовать собою для правды. Даже несчастный слепой самоубийца 4 апреля в то время верил в свою правду. Он, говорят, потом раскаялся, слава Богу, и не прятался, как Арсини, а стал лицом к лицу. Жертвовать собою и всем для правды вот национальная черта поколения. Благослови его Бог, и пошли ему покойные правды, ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман. Заканчивая бесов, Достоевский по-своему, как и Степан Трофимович, пытается понять молодое поколение, веря в искренность его исканий, лишь случайно отклонившихся, по мысли романиста, от верного пути. Такие сочувственные ноты у Достоевского были вполне понятны и почти неизбежны. Он не только знал революцию, он ее и переживал. Уже в 1870 году в письме к Майкову Достоевский признает, что еще на каторге сохранял сильную закваску русского либерализма, а несколько позже в дневнике писателя он всенародно заявляет, что в молодости мог бы стать и не чаевцем. В самом себе он признает те начала оппозиции и даже активной революционности, которые казнит в своих младших современниках. Оболчаясь на вольнодумцев и мятежников двух поколений, Достоевский в политическом плане сжигает все, чему поклонялся в молодости. Но в приведенных заявлениях Степана Трофимовича в отдельных записях о жертвенности, искренности и энтузиазме молодой России он как бы шлет последний поклон всему, что сжигает на костре своего памфлетического гнева. При изучении бесов, отмечая все проявления острой сатиры Достоевского на освободительное движение, нельзя замалчивать и этих стремлений писателя понять революционное поколение даже в лице цареубийцы Каракозова. Такое понимание недаром далось Достоевскому, и долг наш отметить и признать наличие этого обратного течения в его памфлете на революцию. В современной критике В декабре 1872 года роман Бесы был закончен печатанием в русском вестнике и вскоре вызвал критические отзывы. Общее мнение журналистов общественников сводилось к осуждению Достоевского за его разрыв с западническим прогрессом, за его окончательное вхождение в оркестр Каткова, за обращение творца мертвого дома к новому виду антинегилистического романа. Книгу Достоевского на перерыв сближали с прошумевшим незадолго перед тем реакционным романом Лескова Стебницкого «На ножах» и упрекали за чрезмерную близость к стенографическим отчетам дела Нечаевцев. Автор начинает переписывать судебную хронику и воображает, будто он создает художественное произведение. Но почти все отрицатели бесов выделяли из ряда персонажей этой хроники отдельных героев, которых признавали даже выдающимися. Такое единодушное признание получил Степан Трофимович Верховенский как живое лицо, приближающееся по художественной реальности к типам Онегина Бельтова Обломова. Санкт-Петербургские ведомости 13 января 1873 года. Даже Михайловский, строго судивший Достоевского за переход в лагерь правых, признавал все же ряд фигур его нового романа удачными, а подчас и превосходными супруги Лембке Кармазинов. Особенно изучает критик любимых героев Достоевского, которые держатся на границе ума и безумия, но при этом решают важнейшие проблемы жизни и нравственность. Эту линию Раскольниковых и Мышкиных продолжают в разных вариациях Ставрогин, Петр Верховенский, Шатов, Кириллов люди, съедаемые идеей и при этом нередко идеей религиозной. Михайловский отрицает типичность таких мистиков для революционеров своего времени. Но они чрезвычайно характерны для творчества Достоевского, а потому интересны и для его читателей. Они определяют своеобразную художественную манеру писателя, характерный уклон его мышления, заинтересованного большими движениями истории. Отчего Достоевский не напишет романа из европейской жизни 14-16 столетия, спрашивает Михайловский. Все эти бичующиеся демономаны, ликантропы, все эти макабрские танцы, пиры во время чумы и прочее, весь этот поразительный переплет эгоизма с чувством греха и жажды искупления, какая это была бы благодарная тема для Достоевского. Но писатель обращается к чуждому ему материалу, русскому революционному движению 19-го века, и обрекает себя на неудачу, сообщая своим героем собственные эксцентрические идеи. Отсюда и неясность главных образов его последнего романа Ставрогина, Кириллова, Шатова. Отсюда и непонятность главной идеи всего произведения. Бесы это якобы утрата способности различать добро и зло. Как, заключает публицист, Растия, этот бесноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, и в вашем романе нет ни черты из этого мира. В вашем романе нет беса национального богатства, беса самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла. Вы не за тех бесов ухватились. Мысль критика ясна. Сокрушительную сатиру нужно направить на этих подлинных злых духов современности, монстров денежного накопления, банкиров и акционеров, фабрикантов и биржевиков, капиталистов всех видов и рангов, а никак не на активных и передовых борцов с совестью хрустальной чистоты и твердости. Это была едва ли не лучшая из ранних статей о бесах. Ее основные положения повторил в своих больных людях Ткачев, революционер и литератор, руководивший в 1869 году совместно с Нечаевым студенческим движением, а затем приговоренный к тюремному заключению. В 1873 году он эмигрировал за границу. Он поместил в журнале «Дело» 1873 год, третья-четвертая книги, статью о бесах. С горечи пишет он об отречении и покаянии Достоевского, о его отношении к Чернышевскому. Молодые герои бесов Ставрогин, Верховенский, Шатов, Кириллов — все это рыцари идей, но по условиям своего роста и воспитания они наделены искусственной или восковой душой, одорванной от здорового питания, а потому и склонной к душевным аномалиям. Перед нами целая галерея помешанных юношей с разными маниями самоубийство, разрушение, культа народа богоносца и прочего. Все это абстрактный бред, лишенный всего реального. Это не характеры, а подставные манекены, подходящие идеи. Критик русской речи Марков тонко подметил, что уже в преступлении и наказании Свидригайлов приподнимает нам край завесы, за которой таится исповедь Ставрогина, в то время еще неизданная. Уже в этом романе сон Раскольникова на каторге раскрывает нам ужасы моровой язвы, превращающей здоровых людей в бесноватых и сумасшедших. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные, бредит герой Достоевского. Это уже полное предвестие бесов. Роман служит только иллюстрацией этого краткого текста, томившего Достоевского с 50-х, 60-х годов. Сатирическое изображение революционной молодежи, теория Шигалева, безумный инженер Кириллов, маньяк Шатов, все это не картина общества, а памфлет и сатира в резком освещении. Мрачная муза Достоевского гонит человека прочь от образа человека, безжалостно обрывает крылья его надежды и забивает насильно его мысль и чувства в бесплодное одиночество личного страдания. Но мы все же предпочитаем многим благоприличным и общепризнанным писателям, заключает свой этюд Марков, этого сырого, неуклюжего, одностороннего, по-своему грешного, но по-своему и гениального писателя, поистине достойного имени ученика Шекспира. Так, при жизни Достоевского критика искала методы и приемы для адекватного истолкования его последних произведений. Наиболее смело и уверенно писал в 1876 году Скобичевский. Достоевский гениальный писатель, которого следует поставить не только на одном ряду с первостепенными русскими художниками, но и в числе самых первейших гениев Европы нынешнего столетия. Но и такой отзыв был ослаблен рядом оговорок. Только в статье Горького еще о Карамазовщине по поводу спектакля МХАТа Николай Ставрогин зазвучал для молодой России призыв к новой жизни. Не Ставрогинах надо ей Руси показывать теперь, а что-то другое. Необходимо проповедь бодрости. Необходимо духовное здоровье, деяние, а не самосозерцание. Необходим возврат к источнику энергии, к демократии, к народу, к общественности и науке. Боч Бруевич в своих воспоминаниях о Ленине читателе привел несколько отзывов Владимира Ильича о произведениях Достоевского. Относясь резко отрицательно к бесам, он говорил, что при чтении этого романа надо не забывать, что здесь отражены события, связанные с деятельностью не только Нечаева, но и Бакунина. Как раз в то время, когда описались бесы, Маркс и Энгельс вели ожесточенную борьбу против Бакунина. Дело критиков разобраться, что в романе относится к Нечаеву и что к Бакунину. Владимир Бонч-Бруевич Ленин о книгах и писателях Литературная газета 21 апреля 1955 года Примечание автора В настоящее время роман бесы изучается всесторонне, исторически, социально, философски, художественно, что и дает возможность читателю охватить во всем объеме это многообразное и сложное создание. Продолжение следует...